А сейчас инфа для подписчиков, всё такое... На этом канале нету графика и видео выходит не постоянно. Если я и говорю, когда оно выйдет, то это лишь мои предположения, и они, скорее всего, не совпадут с действительностью. 2016 год! С момента выхода первых игр Pokemon Red, Green и Blue прошло 20 лет. Как раз к юбилею выходит Pokemon Sun и Moon на платформу Nintendo 3DS. Многие фанаты покемонов радовались, многие нет и... Кому не насрать? Ведь в этом году выходит Pokemon Go! Pokemon Go, слышали? А как о нём не слышать? Там покемоны, я хочу, их надо на улице ловить, а это вообще опасно. Короче, вся вторая половина 2016 года была в Pokemon Go. И эту игру запомнили надолго. Ну а дальше болтать о хайпе не стоит, все всё сами видели. В том числе и я. Я не был фанатом покемонов в этом же 2016 году. Но пытался скачать Pokemon Go на свой iPhone 4S. Но у меня тогда не получилось. И вот, в 2020 году, уже не на айфоне, удалось скачать и сыграть в Pokemon Go. До введения карантина в России. И знаете, хорошо, что мне не удалось скачать эту игру ещё тогда. Начнём с того, что мне понравилось. Это сама ловля покемонов. Ходишь по своему мухосранску, ловишь покемонов, это прикольно. Тем более, очень крутым является AR плюс мод. Серьёзно. Да и возможность разместить вашего покемона и сфоткать его вполне неплохо. Ну и самое офигенное в этой игре. Можно поставить вашего покемона на поверхность. И покормить, погладить, да и вообще ухаживать за ним, как за питомцем. За этой игре немалый плюс, хотя я не сразу догадался, как это делать. Надо перед этим просто пометить вашего стартера как приятеля. Кстати, сама система ловли покемонов очень хороша и не такая уж простая, как это казалось до того, как сам опробовал игру. Как вы поняли по затухающему экрану, на этом плюсы игры заканчиваются. Мне не нравится дизайн людей вообще. Ладно там, что он не каноничный и всё такое, но... Эти сравнительно вполне детализированные люди. Не сочетаются с менее детализированными покемонами. Да и в самом дизайне нечто реалистичное и нечто анимешное не сочетается вообще. Давайте в целом о дизайне. Да, изменения переносились и привносятся. Но они меняют почти что ничего. По сей день, когда эту игру всё время обновляют, добавляют в неё что-то, ощущается, будто это продукт 2016 года. Но никак не 2020. Или в каком году вы смотрите это видео. Игра выглядит просто устаревшей и ощущается мёртвой. И только AR Plus и Body Adventure ощущаются как что-то новое. Игре надо, нет, нужно сделать полный редизайн, начиная с логотипов, продолжая карты, интерфейсом, музыкой и звуковыми эффектами, и заканчивая дизайном людей. Дизайн людей надо приблизить к более каноничным, чтобы не выглядело стыдно. Кстати о музыке и звуковых эффектах. Во-первых, они очень быстро приедаются. А во-вторых, ощущается, что я играю в какую-то дешманскую браузерную игру, а не мобильное приложение, покорившее весь мир. И особенно это касается звуковых эффектов. Эволюция покемонов. В основной серии покемоны эволюционируют уровнем. Основной способ получения уровня осуществляется за счёт EXP, которые накапливаются битвами. И это самый частый пример эволюции. А ведь их много. Но возьмём во внимание способ эволюции чисто уровнем и эволюции в Покемон Го. Вместо EXP в Покемон Го у нас CP. Но уровней нету. Из-за этого новым игрокам становится сложнее понять систему Покемон Го. Чем вы повышаете CP? Нет, не битвами. При поимке покемона выдаётся 3 конфеты, и у абсолютно каждого покемона они разные. Затем перед вами выбор. Тратить по одной конфете на апгрейд CP? Откладывать на эволюцию? Или вообще на новую атаку? Даже если после эволюции вы получаете дефига CP, почему нельзя было сделать всё сразу, как это было в мейнлайне, а не по раздельности, как это есть сейчас? Хотя эта система конфет в Покемон Го с самого начала странная. Поймав 9 Иви, вы только одного из них можете эволюционировать в кого-либо. Этот процесс можно ускорить, отправляя покемонов профессору, получая взамен по одной конфете. Но это всё ещё странно. Конечно, да, у вас может быть много покемонов одного вида, но каких-то всё-таки нет, и тогда уже намного труднее. И да, конфетами это дело не ограничивается. Для каких-то покемонов надо достать дополнительный предмет для эволюции через пакистопы, а его хрен достанешь, или как вам такое? Переименоваясь Иви, чтобы он эволюционировал в того, кого вам надо. Что? Три команды при достижении пятого уровня. С одной стороны, не такая уж и полезная идея. Но с другой стороны, благодаря этому, возможно, удастся найти новых друзей, скайперироваться и тусить. Игра становится не такой уж и одиночной. Кстати, думаю, ни одного меня задолбали люди, которые на весь интернет и не на интернет показывают, какой они тимы. Вы только себе и игре делаете хуже, остановитесь! Ну и ещё. Каким образом вы тусите в вашей команде? Завоёвываете гимы. Да, мы ещё боевой системы коснёмся. В ней много странностей, типа кормления своих и чужих покемонов в гиме. Зачем это? Без этого наверняка бы хуже не стало. Даже если у вас есть ответ на этот вопрос, то... Почему это именно в гиме? Да и почему это называется гимом? Единственное, что роднит с гимами, это гим-значки. Один из которых я получил нет, не битвой. Просто повертев верхушку. И смысл. Честно, это можно было назвать тренер-поинт, или что-то вроде того. Потому что... Это так и есть. Больше всего меня поражает именно типы. Слабости и устойчивости остались такими же, как и в основной серии. За исключением одного жирного НО. Иммунные атаки вырезаны. Если что, поясните, иная бригада уже на месте. Иммунитет в покемонах – это когда один из типов не может атаковать другой, так как у другого иммунитет. Например, нормальный тип не может атаковать призрачный. Или наоборот. Так вот, в Покемон Го этого нет. То, что в основной серии называется «не имеет эффекта к» в Пок Го – это не очень эффективно. И у меня действительно после этого бомбануло. Нет ни одного объяснения этому. Если и делать как в основной серии, то это до конца. Нет, ну это полный капец. Почему я бомблю, вы спросите? Начнём с того, что игра кардинально отличается от других из той же франшизы. То, что я назвал в этом видео, это всего лишь половина пути. И знаете, играя в Го, ощущалось, что основной упор идёт на ловлю рандомно сгенерированных покемонов и чуть меньше рейды, которые, скорее всего, тоже рандомно сгенерированы. А битва покемонов – это, скорее, нечто второстепенное, наравне системы вашего дружка. Нечто, что пытается удержать игрока в игре. Как по мне, это неправильно. Особенно, если сравнивать с Мейлайном. В отличие от Го, этим играм есть, чем завлечь. В основном, это касается исследования локаций. Это увлекательно находить нового покемона или новый айтем или даже ключ к прохождению игры. Также может завлечь внимание сам вид локации и дополняющая её музыка. Просто идёшь и кайфуешь. Да, на субъективный взгляд не все покемоны являются такими прекрасными, но это не отменяет слов. Да и, кстати, можно ещё что-то добавить к этому. Например, ещё реиграбельность. Огромное количество способов и челленджей прохождения игры можно придумать. Или, вот допустим, сами битвы покемонов. Битва покемонов – это неотъемлемая часть этих игр и, по сути, это то, на чём покемоны и основаны. Но какие битвы конкретно в Покемон Го? Да, их даже весело проходить, но по большей части они тупые, потому что это просто драчильня. И это вся суть битв в Покемон Го. Как было в Мейлайне. Там битвы пошаговые и основной упор ведётся на наиболее эффективную победу над врагом. В отличие от Го, в котором основной упор идёт на долбление пальцем по и так разбитому экрану после случайного прыжка веры. Также, в отличие от Го, имеет большее количество атак, не торопит тебя со смены покемона и контратакой, не имеет лимита времени на эту же самую смену и... Как же сильно надо долбануть учебником об голову, чтобы сравнивать два разных жанра, во-первых, а во-вторых, спин-офф и основную серию. Думайте вы. А играющий в эту игру вообще задумывается, что это спин-офф? После вспышки популярности покемон-го, многие школьники стали увлекаться покемонами, не зная о них ничего, кроме этого же покемон-го. Они играют в эту игру, уже выучили, как она устроена, и... это совсем уже другое понимание покемонов. Повторюсь, система покемон-го отличается кардинально. Затем Гошир засоряет амина, он задолбывает весь ВК, заливает на Ютуб снятый мопизенов контент, и нет, не по покемонам, конкретно по покемон-го. И... не всему сообществу покемонов будет приятно иметь с ним дело. Но он всё равно будет называть себя фанатом покемонов, по сути, им не являясь. Да и тем более, увлекаются ли они чем-то ещё, кроме покемон-го? Нет. Если он вдруг хотя бы на эмуляторе будет играть в игру основной серии, да, ему может понравиться, но в основном он много не поймёт, заблудится может, запутается, и забьёт, продолжая играть в покемон-го. А если будет смотреть аниме, то не всё так ужасно, но смотря аниме, он будет всё позиционировать в покемон-го. И это немного неправильно. А, да, не только в аниме будет позиционировать. Типа, о, это ж покемон-го, 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 да заткнись ты. Уже. То есть, восприятие серии уже другое. Ну и напоследок, вы знаете, что в го уже все пять поколений. И наверняка уже через года так два будут все поколения в этой игре. Но и игроков этой же игры вы тоже встречали. Есть часть игроков, что знает все эти пять поколений, но есть и другая. Чьё любимое поколение это именно первое, и только о первом поколении они и говорят. А остальных они не так уж и много говорят, и не так уж и много знают. Будто и не слышали. Да и не играя в игры основной серии, могут ли они знать много о покемонах? Думаю нет. А если и знают, то явно с ошибками. То есть даже знание о покемонах у Гошеров будет довольно ограничено. И это даже касается не только Шкалой Тронов. Взрослые, которые ещё первый сезон аниме смотрели 19 лет назад, играли в игры основной серии и даже с карточной игрой знакомы, тоже могут допускать ошибки, много играя в Го. И какой я должен сделать вывод? Всё-таки в этом видео должна быть речь о том, что покемон Го безопасен. Нет, эта игра ни в коем случае не безопасна, а очень даже опасна, если в неё слишком много играть и воспринимать всерьёз. И нет, я не про то, что в вас может переехать КАМАЗ, пока вы в наушниках. Многие из вас смотрят по сторонам, следят за дорогой, не все люди такие невнимательные и долбанутые в этом плане. У меня есть своя версия, чем покемон Го опасен. Портит восприятие и понимание медиа-франчайза покемон, может навредить вашим знаниям о покемонах и не давать им расшириться. И ещё покемон Го может вас сделать неинтересным для разговора с человеком. Чтобы этого не допустить, можно сделать следующее. Забить на игру и Лайн-сириес или хотя бы просто играть реже и реже. Также говорите об этой игре реже и не задалбывайте окружающих вас в реальности и интернете людей своим покемон Го типа фрэнк-кодов и всё такое. Ну и главное не воспринимайте всерьёз эту видеоигру. Просто забудьте, как будто этого нет. Берегите себя и своих покемонов. Редактор субтитров Корректор Корректор